приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова сегодня у нас будет такое спокойное домашнее видео хочу с вами поделиться некоторыми мыслями ответить на ваши вопросы покажу вам посылку которую мне прислали и я несколько дней не делала никакие маски то есть только свой обычный уход потому что у меня была аллергия на пыль вот так неудачно и я береглась просто ну наносила вот на 2 эти пятнышка специальную мазь пила таблеточки ну и все гораздо лучше ну единственное что вот без макияжа выглядит вот так ну хорошо что я не бьюти блогер да мне не нужно быть идеальной да и вообще в принципе я думаю что ни один человек не может быть идеальным из утра и до ночи каких я блогеров смотрю вы задавали мне вопрос я смотрю в основном хотя уже отвечала еще раз повторюсь я смотрю в основном тех кто смотрит меня оставляет мне комментарии то есть я периодически захожу на эти каналы и смотрю и вы можете видеть в моих комментариях рекомендацию от меня что человек ведет канал и я приглашаю своих зрителей тоже посмотреть видео и также я смотрю очень много психологии психиатрии педагогики ну то есть все что связано с моими интересами и с моей профессии с моей работой несмотря на то что аллергия пока еще осталось но она уже проходит все-таки маски я думаю можно уже начать делать и я как-то знаете привыкла свободное время днем хотя бы одну масочку в день или через день наносить тут уж я даже прямо и соскучилась найти по маскам и пока эта маска будет у меня работать на лице я покажу вам что мне прислать итак а сейчас я буду наносить масочку на тоник я вам показывал эту косметику российский авторский бренд и я так думаю что было бы здорово если бы вы заглянули в мое видео потому что сейчас еще идет конкурс то есть вы можете выиграть два вот таких вот ну каких-то средства это натуральная косметика и там антивозрастные очень хорошие составы у меня вот такой тоник здесь 200 миллилитров очень-очень мелкий спрей я наношу все маски ну если вы помните же рассказывала вам на увлажненное лицо потому что маски тогда работают просто глубже лучше и за сцепление с кожей если они чистят пора они глубже вычистят пор и есть тем более вот такие кремовые как это это матри дженник у меня заканчивается она от бренда фаберлик мне понравилась она и я вам уже давал отзыв на все эти масочки в своем видео которое снимала недавно там вся коллекция масок которые есть у меня на данный момент ну вот сейчас вы видите да она мне уже заканчивается она такая плотно-плотно кремовая руки у меня чистые если вдруг кого-то это кто-то переживает кого-то это волнует я перед тем как сесть сюда к вам в кадр помыла ручки я буду наносить ее и на зону под глаза тоже слегка потому что мне она никак не раздражает мне она не мешает и она хорошо увлажняет по крайней мере для меня чего уже не щиплется и не никакого по сути раздражения нет только кожа такая вот красная с меня слезает теперь как со змеи да вот и все что осталось от аллергии но вы знаете у меня еще бывает аллергия в зоне шеи декольте и слава богу что в этот раз ее не было потому что полетела везде но вот видите больше как-то у меня в этот раз досталось именно лицу и вот пока мы сейчас с вами будем эту масочку все она закончилась держать я как раз успею вам показать что мне прислали от бренда плеяна косметика плеяна это профессиональный бренд и там очень активные составы которые допустимы при использовании дома поэтому я хотела бы все таки обратить ваше внимание на их косметику и все кто пробовал уже из моих зрителей и те кто работает на ней а это профессиональная косметика те знают и ценят за возможность такую доступность ценовой при этом профессиональную упаковку при этом активный очень состав не обжигает не раздражает кожу тем не менее они действительно работают на антивозрастной уход это здорово мне нравятся упаковки разнообразие и такой вот подход когда кожа напитанная увлажнена при этом она не перегружена то есть вот такие текстуры меня очень и очень устраивают поэтому я как-то прикипела уже к этому бренду с удовольствием с огромной благодарностью получаю все новинки от них хочу обратить ваше внимание на то что моя любимая маска и вы уже тоже успели его оценить hydrospa therapy серии aqua маска с витамином c которая дает потрясающее увлажнение которую я вам советовала вот эта самая масочка теперь перевыпущена выглядят теперь вот так эти пакетики и что здорово она размножилась теперь есть еще вот такая успокаивающая маска из этой же серии hydrospa therapy тоже три упаковочки и ну обычно хватает одной масочки вот такой одного пакетика для применения на зону шеи и декольте тонким слоем и на лицо следующая серия это матирующая масочка с одной стороны эффект увлажненной кожи должна давать и с другой стороны убирает излишней себу также даже есть массажная масочка увлажняющая мне конечно очень интересно я люблю такой легкий массаж не растягивающий кожу приводящий в тонус ее точечный массаж люблю лимфодренажный поэтому мне вот такое нравится произведение косметического искусства на мой взгляд вариант вот в таких пакетиках очень удобный то есть вы покупаете не огромную упаковку не будет у вас портится открытую упаковку вы просто вот разовый пакетик можете использовать все распаковала тут оказалась такая миниатюрная косметичка очень кстати говоря удобный вариант travel сайз все средства и что очень хорошо я очень рада там есть spf это увлажняющий крем с spf 30 а я вижу люби то есть все варианты лучей он перекрывает и мне нравятся легкие текстуры в плеяна очень надеюсь что этот спф будет тоже иметь такую же легкую впитывающиеся очень быстро текстуру и вместе с тем хорошо увлажняется это то что я обожаю если удается найти такие средства с spf на лето то я получаю удовольствие от их использования вот такая малышка огромное спасибо теперь у меня есть увлажнители с хорошим составом арома термо нероли и лайм здесь действительно компоненты целебная минеральная вода и очень-очень хороший состав на зону шеи декольте на лицо но в общем то что я люблю то что я ношу с собой постоянный если заканчивается маленький формат приходится носить огромную бутылку а тут такая прелесть спасибо тех у кого вечно бывает раздражение проблему найти пенку для интимной гигиены вот могу посоветовать я уже пробовала такой очень удобно вот такой маленький вариант брать с собой можно в общем вот это средство хорошее и также мягкая пенка для умывания с мультивитаминным увлажняющим комплексом это замечательно я люблю такие вот очень бережные средства сэлэс фри но тут в общем все такое очень хорошее натуральное качественное в том числе для удаления макияжа и любых загрязнений легкая пенка бережно очищает кожу при этом ее не пересушивает вообще-то здорово если он действительно вот эта штука удаляет макияж я вот не помню использовала я такой уже в пробничках или нет в общем я так думаю что мы с вами тестирование устроим я не удаляю такими средствами макияж но я люблю досмывать такими пеночками гидрофильное масло поэтому наверное вот в таком контексте мы с вами и будем ее тестировать в привычном для меня и теперь фурор есть пилинг который можно использовать по словам косметологов летом аккуратно естественно с спиев но тем не менее он активный и при этом он мягкий здесь 15 процентов ph 3 и 5 и смотрите серум пил здесь фируловая кислота pb витамин слушайте это интересно состава который я вам уже озвучила еще не ацинамид и миндально фируловая кислота вот отсюда и 15 процентов одновременно и залечивает кожу и обновляет то есть вот когда с не ацинамидом комплексы с кислотами то скорее всего они будут очень-очень бережно отшелушивать кожу потому что не ацинамид восстанавливает этот слой оно то есть помогает новому слою очень быстро стать таким вот плотным довольно на поверхности кожи и не цеплять пигментные пятна за счет этого используйте ретинол любые кислоты и даже витамин c то не забывайте использовать спиев честно говоря не видела вот с таким составом еще средств поэтому меня очень это заинтересовало здорово огромное спасибо масочку я уже смыла мне нравится эффект осветления вот и мне кажется что вот именно маски фаберлик они такие более удачные с точки зрения качеств то есть есть какие-то категории как мне кажется в каждом бренде того что удается лучше вот фаберлик как мне кажется на мой скромные вкусы и опыт косметический да уходовый мне кажется это именно маски на них стоит обращать внимание в этом бренде сейчас сбрызну тоником лицо и мы с вами продолжим наше видео я отвечу на пару возможно тройку вопросов которые вы мне задавали один из них пришел мне в директ в инстаграм и я так на него и не ответила вопрос был кстати говоря очень интересный необычный как я отношусь к людям которые хоть в чем-то талантливее меня частично я уже отвечал на этот вопрос когда мы вместе с мужем делали прямой эфир о том как сохранить семью как сохранить хорошее отношение в семье я говорила о том что мне очень нравится когда рядом со мной человек более талантливый в чем у меня чувство зависти к этим людям никогда не возникает исключительно восхищение это абсолютно естественно было так всегда с детства это кого-то могло удивлять кого-то раздражать но тем не менее я стремилась общаться с людьми которые талантливее меня то есть я не боялась быть фоном почему потому что я всегда чувствовала что я могу у них этому научиться тому к чему я стремлюсь понимаете то есть у меня задача всегда была жизненная научиться делать что-то лучше что мне нравится все разные у нас в чем-то мы более талантливы в чем-то менее талантливы кто-то замечательная мама и бабушка кто-то чудесно вяжет кто-то фантастически шьет кто-то очень просто хороший друг и в этом он талантливый рядом с ним тепло и очень приятно и сразу же поднимается настроение кто-то умеет так принять гостей что оставляет восхищение после себя кто-то талантлив в математике кто-то в балете но в общем я думаю моя мысль ясна когда я хотела быть хорошей мамой когда я училась только например быть мамой я старалась и очень много общалась с людьми которые уже давно этим делом занимаются у которых много детей и где удачные действительно семьи и я просто совершенно с восхищением могла находиться у них в гостях по несколько часов с ребенком и просто внимала тот стиль общения с детьми и то тепло которое они дают детям и то терпение которое мне когда-то очень сильно было нужно и которого мне не хватало когда я хотела научиться больше педагогики в том предмете который я преподаю сейчас я конечно же открывшую рот сидела на вступительных где-то экзаменах или например с педагогами смотрела внимательно как они работают оставалась не только на свои занятия которые были посвящены мне а в том числе других студентов сидела в уголочке наблюдала как педагог работает на что он обращает внимание то есть понимаете я все время хотела и старалась быть рядом с людьми которые более талантливы или по крайней мере больше может быть опыта наверное так сказать потому что талант очень сложно измерить нет такого таланта меры к сожалению было бы здорово если бы был вот в чем-то опытнее чем я я всегда к этому стремилась к таким людям вижу некоторые негативные комментарии что нужно общаться с людьми бескорыстно и значит не стремиться подружиться и общаться с теми кто талантливый тебя чтобы у них чему-то научиться и такие тоже комментарии у меня когда-то были это сразу же могу ответить так что жизнь конечна я очень хорошо это понимаю и чувствую мы никогда не знаем когда она для нас закончится и поэтому нужно как мне кажется с уважением относиться к каждому дню который вам дан и брать в общение и открываться общению с людьми только с теми которые на ваш личный субъективный взгляд будут для вас полезными и нужными только теми которые вас согревают а не просто с кем попало кто вам не нравится терпеть отдавать ему свое внимание человеку неблагодарному и вам не нужному абсолютно это лишнее как мне кажется и в данном случае мне всегда везло на таких людей и я с удовольствием и с добром шла к ним и они отдавали тоже свое время мне за что я им очень-очень благодарна именно поэтому мне легче стало во многих аспектах и быть мамой и быть педагогом я общаюсь с теми кто мне неинтересен я не заставляю себя никогда смотреть видео людей которые мне неинтересны и которые не несут в себе чего-то полезного для меня эмоционально полезного или это информационно полезного то есть у меня не хватает просто времени на неинтересное и ненужное и бессмысленное и наверное это хорошо я очень ценю и люблю людей умных талантливых у которых я могу чему-то поучиться я не стесняюсь сказать я это не умею научи меня пожалуйста или можно я посмотрю как ты это делаешь просто вот так со стороны не отвлекая тебя и я буду очень признательна если ты передашь мне этот опыт то есть обычно ну а я просто люблю таких людей общаясь с такими людьми доброжелательными никто не против то есть я не завидую это очень здорово и это очень радостно знаете когда ты освобожден от этого чувства зависти у меня может быть негодование и непонимание почему это так а не так почему допустим мне это не дано а это нужно но это негодование и непонимание лично себя но не по отношению к этому человеку сейчас уже тоник весь впитался я еще разочек добавлю и прочту следующий вопрос на первый я надеюсь я ответила как достойно выбрать профессию выпускнику школы чтобы актуально было раскрыто раскрывало таланты студента это часть вопроса я должна вам сказать сразу что очень важно понимать чтобы вы не стремились реализовать свои таланты нереализованные возможно или реализованные за счет своего ребенка то есть если вы к примеру бухгалтер то не стоит тащить туда ребенка если у него нет в этом дара да то есть моя мама финансовый директор она на ты с математикой ей это легко высшая математика прелесть орешки щелкает такое удовольствие для меня это вот волосы дыбом и сидеть всю ночь разбираться понимаете мучиться она очень хорошо это видела и она ни разу не сказала мне что ты должна ты должна нужно поднатужиться нужно выдавить из себя пятерку по математике нужно поступить на экономический нет такого никогда не было и поэтому у меня есть четкое абсолютно представление что не стоит тянуть детей в ту сферу в которой явно в них нет таланта нет способностей где им неприятно где им тяжело это раз во вторых обязательно пожалуйста очень вас прошу посоветуйтесь по возможности со школьным психологом с бесплатным платным любым психологом который занимается профориентацией возможно он увидит то что не видите вы то есть может быть вы не замечаете каких-то черт которые только в задаточном знаете как состоянии и возможно они будут видны человеку со стороны и может быть он вас очень сильно удивит сказав что ваш ребенок там на самом деле творческая личность а вы например этого не замечали или к примеру у него получается очень хорошо организовывать других людей а вы за его скромностью на семейных вечеринках возможно он стесняется только при взрослых а с детьми ведет себя совсем иначе будучи уже подростком возможно вы этого и не замечали так что не стесняйтесь задавать вопросы не стесняйтесь говорить с психологами со специалистами по профориентации просто для того чтобы еще раз убедиться что вы не толкнете ребенка в ненужную сторону и что он потом не будет злиться на то что он потерял столько времени и это только потом через много-много лет ты понимаешь что все было не зря и даже нелюбимый какой-то институт который не нравился тоже был не зря что это чему-то научило по крайней мере организовать свое время структурно мыслить но это понимают не все и не сразу как вы знаете что можно получить сразу несколько образований друг за другом это тоже понимают не все и в основном это просто очень сильно только злит поэтому это важный момент реализуйте только мечты и таланты ребенка в его жизни а не своей я буду сейчас наносить вот такую вот сыворотку от досьем сим очень хорошо увлажняет она мне нравится кстати говоря она снимает раздражение у меня по крайней мере вот этот новозеландский лен экстракт которого содержится в этой корейской косметике он конечно мало того что очень сильно увлажняет он еще снимает раздражение здесь очень хороший состав и я бы все-таки обратила ваше внимание на эти средства как на такой вот сос уход для кожи которая возможно знаете как страдает вот такой же аллергичности как у меня возможно для кожи которая страдает стянутостью под макияжем как у меня бывает и если у вас например жирная кожа вы не хотите очень такой жирный уход использовать плотный который плохо впитывается вот возможно это для вас выход вот и эти средства отлично впитываются они удобные видите вот такая пипеточка здесь большие объемы и они по очень всегда выгодной цене если поймаете их на обязательно берите я ссылочки вам на эти бренды оставляю всегда в описании к видео и в своем комментарии то есть это фактически любимые мной бренды на сайте ахарп и там я так знаете разгулялась попробовала многое-многое когда-то и до сих пор у меня кое-что есть в запасах я с удовольствием этим пользуюсь вот сейчас я наношу сыворотку на увлажненную кожу поэтому ее много не нужно если вы не практикуете вот такой вот момент как увлажнение перед уходом то у вас скорее всего больше средства будет расходоваться но если вы будете наносить вот таким же методом и вбивать то у вас не будет ни липкости вот это раз средство уходит меньше два и в третьих у вас будет просто реакции на кожу лучше то есть все косметические составы они будут работать лучше потому что за счет жидкости нанесенной перед ними они будут просто лучше впитываться крем который я буду наносить сейчас на все лицо и на зону вокруг глаз потому что он шикарно впитывается очень здорово увлажняет это крем с лифтинг эффектом 40 плюс для любого типа кожи называется он активация стволовых клеток от шоконат здесь натуральные составы очень нежный такой легкий аромат буквально буквально чуть-чуть такой свежий немножко не сильный он имеет очень такую глянцевую текстуру хорошо увлажняет кожу и довольно быстро на мне впитывается что хорошо я сейчас уже не буду больше добавлять тоника потому что я чувствую что кожа еще влажная не до конца впиталась сыворотка и мне этого будет достаточно для того чтобы хорошо впитался крем то есть на влажную кожу если сыворотка впиталась прямо полностью я буду тогда еще донаносить тоник сверху именно поэтому я использую такие вот тоники с распылителем потому что мне просто удобнее не наливать в ручку и разносить по лицу там часто что-то проливается хотя и такие варианты я тоже использую но вот со спреями мне удобнее я наношу как вы видите все и на зону шеи и декольте в том числе не упускаю этот момент поухаживать за этой зоной потому что именно она очень часто и ручки да выдают наш возраст и поэтому ну не забывайте тоже многие женщины жалеют на эту зону уход и я бы наоборот все таки рекомендовала вам даже больше в определенном возрасте вы можете обратить внимание на эту зону чем на зону лица то есть под глазами и на шее на зоне шеи и декольте у нас очень похожа кожа поэтому вы следите пожалуйста за ней более тщательно питайте увлажняйте и способ который я в том числе использую и летом если холодно вот как у нас сейчас у нас такое прям резкое похолодание мы все ходим в пальто в куртках то есть в таких ну не слишком теплых но тем не менее я сверху еще на весь уход в зону шеи и декольте наношу либо плотный крем сверху вот на такой легкий крем да или эмульсию какую-то если у меня была вместо крема эмульсия то есть такой жидкий крем я сверху наношу еще несколько капелек масла и распределяю их под глаза тоже но естественно с осторожностью чтобы не попасть в глаза чтобы не было потом такого ощущения масла в глазах и мне это нравится вот например для зоны Т мне сейчас вот этого достаточно и я не хочу как-то сильно ее перегружать у меня бывает зуд какое-то раздражение в этой зоне если слишком такой крем активный я думаю что у многих также могут забиваться поры у нас здесь всегда природно более широкие поры вот поэтому я оставлю эту зону сейчас в покое а на шею мы с вами нанесем и на периферию лица и под глаза масло у меня вот такое от бренда L'Oreal в самом деле уже все варианты вот этих масел перепробовала именно от L'Oreal это типы сухих масел которые довольно быстро впитываются поэтому я за даже мне не мешает вот этот аромат довольно яркий потому что он выветривается через какое-то время вот так я в ручках распределяю и потом по хлопающими движениями пока еще крем чуть-чуть остался на поверхности а все кремы от шоконат довольно быстро впитываются и это хорошо ну то есть настолько быстро насколько мне нравится я успеваю как раз сделать легкий массаж лица я вам показывала как я это делаю и они уже впитываются потом через буквально 2-3 минуты мне этого хватает вот так я наношу на носогубные складочки перехожу немножечко под глаза маслом этого достаточно обычно бывает для такого вот холодного времени года как бы ни странно это звучало о летнем московском и вот таким вот образом я тоже прикладывающими движениями наношу масло сверху на весь уход таким образом оно будет работать на восстановление жирового баланса кожи если у вас кожа не нуждается в таком богатом уходе вы можете сверху не наносить масла никакие но если нехватка то вовсе не обязательно бежать покупать какой-то другой крем иной потому что он снова может не подойти вы можете вот таким вот образом на свой любимый легкий крем просто наносить например зимой или когда кожа нуждается в дополнительном питании вот так слегка маслица и этого будет достаточно то есть вот сейчас кожа не перегружена и вместе с тем она напитана то есть уход такой полный состоялся и губки тоже не забыть вторая часть вопроса это как принять свой возраст когда тебе уже не восемнадцать я не могу сказать что у меня когда-то была серьезная проблема с тем чтобы принимать свой возраст или не принимать свой возраст но сейчас я чувствую остро очень что время как-то очень быстро бежит мы никак не можем понять как так случилось то есть вот что-то мы ну к примеру с мужем какой-то проект начинаем и вдруг оказывается что уже год как прошел с этого проекта сначала что вот мы что-то сделали что-то запланировали куда-то съездили хоп еще год прошел то есть сейчас в этом возрасте 45 лет очень остро чувствуется как быстро бежит время именно поэтому мне не хотелось бы тратить свое время на то чтобы переживать по поводу морщин по поводу возраста по поводу веса ну не то чтобы мне совсем было все равно но именно переживать по этому поводу мне не хочется потому что я понимаю насколько быстро отечна наша жизнь и что мне очень хотелось бы еще успеть что-то сделать полезное и нужное что-то вложить в детей что-то сделать в профессии что-то оставить после себя на этой земле а не нервы свои по поводу своего возраста это неизбежно тут слова нужно принять не работают я знаю что многие очень сильно переживают по этому поводу может быть пока пока нет каких-то очень ярких таких вот возрастных изменений у меня возможно я пока так спокойно поэтому к этому отношусь ну а если будут посмотрим я вам тогда расскажу что я чувствую как я себя ощущаю но сейчас в данный момент я думаю что стоит именно увлечься чем-то что будет не просто скрасит ваше будни и убьет ваше время это ужасные слова я их очень не люблю а что действительно даст вам удовольствие от этой жизни и тогда я думаю что вам ну в меньшей степени придется смириться как-то со своим возрастом посмотрите возможно это будет хобби возможно это будут ваши дети и внуки с которыми вы начнете вместе чем-то заниматься может быть это будут какие-то новые знакомства и возможно не стоит избегать каких-то публичных мест интересных мероприятий на которых можно познакомиться с интересными нужными в этот момент в вашей жизни для вас людьми и вообще мне кажется что принимают и принимать себя таким как он и есть в том весе в том возрасте в той национальности некоторые даже с этим не согласны в той внешности люди которые очень хорошо понимают что жизнь конечна и что она очень дорога для того чтобы заботиться и волноваться вот о таких вещах как непринятие своего возраста я понимаю что для кого-то кто у кого это очень серьезная психологическая проблема в данный момент для кого-то это ну почти невыполнимо сейчас тогда нужна консультация психолога возможно психоневролога но если вы понимаете что вы просто волнуетесь по поводу того как вы будете выглядеть и как к вам отнесутся другие люди вокруг вас то значит что скорее всего вы не доверяете тому что вас любят то есть мы говорили тоже об этом видео с мужем о том как сохранить отношения в браке что мы любим человека не за внешность мы любим его за то что с ним комфортно и если вам комфортно с тем кто рядом с вами то я так думаю что вы не будете переживать по поводу его возраста внешности ну только возможно если он собрался в каком-то разорванном костюме в театр вы скорее всего будете ну не то что переживать а поможете ему сориентироваться в чем же лучше пойти ну на этом наверное все и закончится ну я конечно шучу но такие тоже ситуации бывают я все таки за то чтобы не просто сказать голословно принимите себя и все знаете так принимите себя а нет так не получается мы все разные у всех разные психологические типы и многим тяжело действительно смириться вообще с чем-либо в этой жизни с квартирой с работой с ситуацией с соседями но если вы начнете задумываться о том что вы интересного делаете сейчас для себя в своей жизни если вы начнете заботиться о себе и поддерживать себя то я уверена я уверена то есть не волноваться именно по поводу себя а поддерживать себя а как это делать я уже говорил вам во многих видео то я уверена что вам легче будет принять и свой возраст и свою квартиру и своих соседей и недостатки мужа близких и так далее ну что ж на этом мы с вами будем прощаться я надеюсь я ответила на ваши вопросы и мы с вами вместе нанесли уход что конечно же полезнее было и для меня я не занималась этим одна и я надеюсь полезно для вас потому что вы пишите что вам нравится смотреть мои уходовые видео спасибо огромное что вы были сегодня со мной я желаю вам удачи и будьте благодарны за то что имеете пока